Антарктида – это место, которое кажется нам почти инопланетным. Замёрзший континент, покрытый километрами льда, где температуры могут опускаться до минус 112 градусов по Фаренгейту. Но что, если я скажу вам, что миллионы лет назад Антарктида была совсем другой? Это был мир полной жизни, где по тропическим джунглям бродили чудовища, которые могли бы стать кошмаром даже для самых смелых из нас. Сегодня мы погрузимся в удивительную историю Антарктиды, раскроем тайну гигантских плотоядных птиц, которые когда-то правили этим континентом, и задумаемся, что ещё может скрываться подо льдом. Это будет путешествие в прошлое, настоящее и, возможно, даже будущее Антарктиды. Поехали! Антарктида. Не всегда. Ледяная пустыня. Когда мы думаем об Антарктиде, в голове возникают образы бесконечных снежных равнин. Пингвинов, ковыляющих по льду и суровых научных станций. Но 56 миллионов лет назад этот континент выглядел совершенно иначе. Представьте себе пышные джунгли, тёплый климат и обилие жизни. Антарктида не всегда была изолированным ледяным островом. В эпоху Эоцена, примерно 56-34 миллиона лет назад, она была частью суперконтинента Гондваны, связанного с Южной Америкой и Австралией. Это позволяло животным мигрировать между континентами. И именно тогда Антарктида стала домом для одного из самых пугающих хищников своего времени. Гигантской плотоядной птицы, известной как птица ужаса. Птицы ужаса. Кошмары доисторической Антарктиды. Недавно палеонтологи сделали потрясающее открытие на острове Сеймур, одном из самых удалённых уголков Антарктиды. Они нашли две массивные когтевые кости, острые и изогнутые, которые принадлежали существу, жившему 40-50 миллионов лет назад. Эти кости принадлежали так называемым птицам ужаса, форорокосам, или по-научному форус ратиде. Эти нелетающие хищники были настоящими монстрами своего времени. Представьте себе птицу ростом около 6 футов, это примерно 1,8 метра, и весом, сравнимым с львом, около 130-150 килограммов. Их длинные мощные ноги позволяли им бегать с невероятной скоростью, а острые крючковатые клювы были идеальным оружием для охоты. Почему их называют птицами ужаса? Всё дело в их устрашающем облике и беспощадной природе. Эти создания не нуждались в крыльях для полёта. Их эволюция пошла другим путём. Они стали мастерами наземной охоты, подобно современным страусам, но с куда более зловещим характером. Их когти, найденные в антарктических породах, говорят о том, что эти птицы могли с лёгкостью разрывать добычу. Учёные предполагают, что они охотились на млекопитающих размером с небольшую лошадь, которые бродили по лесам Антарктиды в ту эпоху. Но самое удивительное – это первое подтверждённое свидетельство присутствия форорокосов на этом континенте. До этого их окаменелости находили в основном в Южной Америке. Но теперь мы знаем, что они мигрировали на юг, освоив антарктические джунгли. Интересный факт. Форорокосы, вероятно, были настолько доминирующими хищниками, что у них практически не было конкурентов. Их скорость, мощь и агрессивность делали их вершиной пищевой цепи. Но возникает вопрос. Если они были такими непобедимыми, почему они исчезли? И что могло бы случиться, если бы они выжили до наших дней? Почему птицы ужаса исчезли? Чтобы понять, что погубило этих гигантов, нужно взглянуть на историю самой Антарктиды. Примерно 34 миллиона лет назад континент начал отделяться от Южной Америки, формируя пролив Дрейка. Это событие стало поворотным моментом. Антарктида постепенно изолировалась, а её климат начал меняться. Тёплые джунгли сменились более холодными лесами, а затем и тундрой. Процесс охлаждения был медленным, но неумолимым. Антарктическое циркумполярное течение, мощный океанический поток, окруживший континент, усилило его изоляцию и ускорило похолодание. Для таких крупных хищников, как птицы ужаса, это означало катастрофу. Их добыча, травоядные млекопитающие и другие животные, начала вымирать из-за сокращения растительности. Без достаточного количества пищи фараракасы не могли выжить. К тому же их крупные размеры и высокая потребность в энергии сделали их особенно уязвимыми к изменениям окружающей среды. Учёные предполагают, что они полностью исчезли около 2,5 миллиона лет назад, когда Антарктида окончательно превратилась в ледяную пустыню. Но вот что заставляет задуматься. Могли ли некоторые из этих птиц эволюционировать, чтобы приспособиться к новым условиям? Возможно, где-то подо льдом скрываются окаменелости, которые расскажут нам о неизвестных видах, развившихся в изоляции. Палеонтологи мечтают найти полный скелет фараракаса в Антарктиде, чтобы лучше понять их анатомию и образ жизни. А вдруг под толщей льда скрываются следы ещё более крупных хищников, о которых мы пока ничего не знаем? Антарктида сегодня – животные, которые поражают. Хотя птицы ужаса давно исчезли, Антарктида всё ещё полна удивительных существ, которые бросают вызов экстремальным условиям. Давайте отвлечёмся от доисторических монстров и посмотрим, кто населяет этот континент сегодня. Многие думают, что Антарктида – это почти безжизненная пустыня. Но это далеко не так. Возьмём, к примеру, императорских пингвинов. Эти ребят – настоящие супергерои. Они могут нырять на глубину более 1800 футов – это почти 550 метров – и задерживать дыхание на 20 минут. Их способность выживать в условиях, где температура падает до минус 60 градусов Цельсия, поражает воображение. Но пингвины – не единственные обитатели Антарктиды. В её водах обитают гигантские кальмары, достигающие 40 футов в длину, с острыми клювами и глазами, размером с тарелку. Эти существа – настоящие кошмары глубин, и учёные до сих пор не до конца понимают, как они охотятся и размножаются. А как насчёт косаток? Эти морские хищники – настоящие волки океана. Они охотятся стаями, координируя свои действия с поразительной точностью. Чтобы поймать тюленей, рыб и даже китов. Их интеллект и социальная структура делают их одними из самых эффективных хищников на планете. И даже на суше Антарктида удивляет. Крошечные мхи, водоросли и растения, такие как антарктическая трава волосок, умудряются выживать в условиях, где, казалось бы, жизнь невозможна. Но вернёмся к прошлому. Окаменелости показывают, что 38 миллионов лет назад в Антарктиде жили гигантские пингвины размером с человека. Их длинные острые клювы делали их грозными охотниками. Это заставляет задуматься. Если пингвины смогли так сильно измениться за миллионы лет, какие ещё существа могли эволюционировать в этом изолированном мире? Мифы и тайны Антарктиды. Антарктида – это не только научное открытие, но и место, окутанное мифами. Один из самых популярных слухов – это идея о гигантской ледяной стене, которая якобы окружает континент и скрывает какие-то тайны. Некоторые даже утверждают, что дальше 311 миль вглубь Антарктиды невозможно пройти из-за непреодолимых барьеров, замерзающего топлива и смертоносных ветров. Но давайте разберёмся. Эта ледяная стена – не более чем шельфовый ледник. Огромные глыбы льда, которые образуются, когда ледники стекают с суши в океан. Они составляют около 34% побережья Антарктиды, но ничего мистического в них нет. Исследовательские станции, такие как станция Мак-Мердо или Южный полюс, доказывают, что люди могут жить и работать в глубине континента. Учёные летают на самолётах, передвигаются на вездеходах и даже ходят пешком, изучая этот суровый мир. Так что идея о запретной зоне – это скорее плод воображения, чем реальность. Ещё одна популярная тема – загадочные находки на Google Maps. Недавно пользователи обнаружили нечто, похожее на огромный дверной проём во льдах Антарктиды. Теории заговора тут же взорвали интернет – от базы инопланетян до ангара для космического корабля. Но учёные быстро дали объяснение – это всего лишь айсберг, севший на мель и медленно тающий, создавая причудливые формы под воздействием ветров и воды. Антарктические ветры, известные как катабатические, могут достигать скорости 200 миль в час и буквально вырезать во льду удивительные узоры. Так что, увы, никакого секретного прохода. Антарктида и будущее. Что нас ждёт? Антарктида – это не только окно в прошлое, но и ключ к пониманию будущего нашей планеты. В 2020 году учёные зафиксировали рекордную температуру на острове Сеймур – 69 градусов по Фаренгейту, что эквивалентно 20,5 градусам Цельсия. Это невероятно для континента, где нормой являются морозы. Такие изменения вызваны глобальным потеплением, таянием вечной мерзлоты и изменением океанических течений. Если климат продолжит меняться такими темпами, Антарктида может снова стать зелёной, как миллионы лет назад. Но это также означает, что уровень моря поднимется, а экосистемы изменятся необратимо. Учёные продолжают изучать Антарктиду, вкладывая миллионы долларов в исследовательские станции. Станция Макмердо, например. Это настоящий мини-город с населением до тысячи человек в летний сезон. Здесь есть всё – от спортзала до пожарной части. Но работа в таких условиях требует огромных усилий. Доставка топлива и продовольствия на Южный полюс – это logistical nightmare, учитывая экстремальные холода и расстояния. И всё же, несмотря на все трудности, Антарктида остаётся магнитом для исследователей. Каждый год они находят новые окаменелости, изучают изменения климата и пытаются понять, как этот континент может повлиять на будущее Земли. А что, если подо льдом скрываются не только следы прошлого, но и ключи к новым открытиям? Может быть, где-то там, в замёрзших глубинах, ждут своего часа останки неизвестных хищников, которые перевернут наши представления о жизни на Земле? Заключение Антарктида – мир загадок Антарктида – это место, где прошлое и будущее переплетаются. От гигантских птиц ужаса, которые правили джунглями 50 миллионов лет назад, до современных пингвинов и кальмаров, бросающих вызов суровым условиям, этот континент продолжает удивлять нас. Его тайны – это не только окаменелости и мифы, но и уроки о том, как хрупка наша планета. Возможно, однажды мы найдём полный скелет фороракуса или откроем новый вид, спрятанный подо льдом. А может быть, Антарктида напомнит нам, что даже самые могущественные хищники могут исчезнуть, если мир вокруг них изменится? Что вы думаете? Хотели бы вы отправиться в экспедицию в Антарктиду? Или, может, у вас есть своя теория о том, что скрывается подо льдом? Делитесь своими мыслями в комментариях и не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это путешествие в мир загадок Антарктиды. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые истории о тайнах нашей планеты. До встречи в следующем видео!